Это пульс дня, мы продолжаем выпуск. Мэрия Нью-Йорка обратилась к федеральным властям с призывом о помощи. Город столкнулся с притоком тысяч мигрантов в условиях продолжающегося кризиса бездомности. После недавней отмены раздела 42 в мегаполис прибыло более 4 тысяч мигрантов. Их привозят из Техаса на автобусах в день до двух сотен человек. У Нью-Йорка есть бюджет на эти цели, более 4 миллиардов долларов, но власти уже заявляют, что этого недостаточно и просят выделить еще один миллиард. Поговорим об этом с депутатом горсовета 47-го избирательного округа Нью-Йорка Ари Каганом, он присоединяется к нам. Ари, здравствуйте. Здравствуйте, Артем. Ну вот, как вы относитесь, собственно, к этой инициативе? Один миллиард долларов у федерального правительства, чтобы помочь мигрантам. Я так понимаю, что жители Нью-Йорка, в принципе, не очень счастливы видеть такое количество мигрантов. И самое главное, непонятно, когда эта волна закончится, потому что власти, как я понимаю, не собираются прекращать это принятие мигрантов. Автобусы продолжают ехать, и, в общем-то, ну, как эта история будет развиваться? Ну, во-первых, хочу сказать, что даже если федеральное правительство даст миллиард долларов, то на это проблема не решится. Потому что, как вы уже заметили, кризис с мигрантами продолжается, и автобусы приезжают каждый день. И не только автобусы еще и пешком приходят, еще на машинах приезжают, и даже на самолетах. Причем я это не придумал сам, мне это сказал глава отдела по управлению чрезвычайными ситуациями, Office of Emergency Management. Проблема федеральная. Создана президентом США Джозефом Байденом, который принял решение на каком-то этапе открыть границы, ликвидировать артикл 42 и прекратить собеседование иммиграционное с заявителями на убежище в Америке на территории Мексики. И практически он сказал всему миру, пожалуйста, заходите, кто угодно, откуда угодно, мы никаких вопросов задавать не будем. Я всегда рассказываю, как я приехал в Америку 30 лет тому назад, и я проходил собеседование в американском посольстве. Я, моя супруга, моя теща тогда. Потом, после длительного собеседования, проверки всех документов, еще нас попросили сдать анализ крови. Нас проверяли на состояние здоровья, там туберкулез, ПИД, другие серьезные болезни проверяли, есть ли они. Если бы что-то было не так, никогда бы не впустили в Америку. Сейчас совсем другая ситуация. Поэтому пока наши границы Америки открыты, и пока никого нигде не проверяют, эта проблема будет бесконечной. Вдобавок ко всему еще город Нью-Йорк имеет статус, называется Sanctuary City. Он создавался для того, чтобы в свое время, чтобы те люди, которые в Америке стали жертвами опасных преступлений, свидетелями преступлений, и чтобы они не боялись идти в полицию, чтобы их дети не боялись идти в школу, где у них могут спросить иммиграционный статус и тут же депортировать. Но в итоге сейчас этот статус, как говорится, нам же вылезает и боком. Потому что всему есть пределы. Если в день будет приезжать по тысяче человек, никакой город мира этого не выдержит каждый день. Ну вот сейчас мы видим, кстати, на кадрах, как люди вышли на протест, потому что в школьных спортзалах стали размещать мигрантов. И вот родители говорят, почему наши дети должны страдать, почему мигрантов размещают в школах. Но неужели у города нет каких-то других помещений? Это во-первых. А во-вторых, ну действительно, какие-то, может быть, шаги можно предпринять или как-то противодействовать этим решениям властей? Ну, со своей стороны, как депутат городского совета Нью-Йорка, я организовал большой митинг протеста родителей на Коне-Аленде возле школы PS-188, где первоначально поселили 83 мигранта как раз в спортзале школы. Это на Нептин-Эвене между Вест-33 и Вест-35 стрит. И сказали, вот безвыходное положение. Когда со мной разговаривали представители мэрии, представители вот этого отдела по управлению чрезвычайными ситуациями, они говорили о том, что у нас безвыходное положение, что все, что мы могли, уже использовали, что все гостиницы уже мы заняли, все мотели мы заняли, все другие помещения мы заняли, и все шелтеры, то есть ночлежки для бездомных переполнены, и нам некуда девать, на улицу мы их не бросим. Поэтому, как временная мера, будем размещать в спортзалах при школах. Я спросил, какой следующий шаг? Уже не только спортзалы, а полностью школы? А что же детям делать? Как заниматься спортом? Какие после школы программы продленного дня в этом спортзале были? В общем, я никакие объяснения не принял, сказал, что это неправильно, организовал митинг вместе с родителями и общественными организациями Кони Аленда, митинг протеста, и на следующий день пригнали два автобуса и увезли мигрантов в Манхэттен, как я теперь уже знаю, в Рузвелл-хотел поселили. Но еще раз, город Нью-Йорк своими силами не справится. Если мы и дальше будем всех принимать без каких бы то ни было ограничений, и без помощи федерального правительства, то город просто захлебнется, в том числе, кстати, и финансово. Ни миллиарда не хватит, ни двух, ни трех, это будет бесконечно. По поводу Рузвелл-хотел вы сказали, я хочу об этом тоже поговорить, потому что, я так понимаю, власти Нью-Йорка хотят устроить там какой-то миграционный центр. Я не очень, правда, понимаю, что конкретно в этом центре будет происходить. Это будет как медицинский какой-то экзем, или это будет просто центр размещения мигрантов, как вы это видите. И неужели в городе не нашлось другого какого-то здания, ну вот чтобы это не было прям в центре Манхэттена? Ну, сначала первый ваш вопрос. Опять же, любые попытки, скажем, мэра Эрика Адамса отклониться от генеральной линии демократической партии, и попытки что-то остановить, что-то замедлить, куда-то что-то изменить, скажем, отменить правила, при котором нужно размещать всех в первый же день, в ближайшие несколько часов, например. Или изменить правила, по которым кому и как предоставляется вот эта крыша над головой ночлежка. Задавать какие-то вопросы, например. Все это сразу наталкивается на жесточайшее сопротивление самого радикального крыла демократической партии, как в горсовете, так и в регистраторе штата, они говорят, что вот это все бесчеловечно, ничего менять нельзя, и все нужно дальше продолжать как есть, вот потому что Америка страна эмигрантов и город столица мира, и поэтому всех нужно принимать без ограничений, без каких бы то ни было вопросов. Но вопросы нужны в том числе, как вы уже правильно заметили, даже просто состояние здоровья людей, нет ли каких-то болезней. И не может город заменить федеральную миграционную службу, спрашивать про криминальное прошлое заявителей на убежище. Кстати, более 90% заявлений на убежище, это мы называем мигранты, а по-английски они называются asylum seekers, соискатели убежища. Более 90% этих заявлений на убежище в финале отклоняются, как необоснованное. Так а люди эти, они возвращаются обратно, куда они дальше идут? Все остаются на своих местах, никто никуда обратно не возвращается. Здесь сразу просто появляется вопрос, если эти люди остаются, и они не получили никакой статус, то они остаются нелегалами, и сразу возникает вопрос по их криминальному, ну вот и прошлому, и настоящему сразу же, правильно? А, кстати, во время вот этого процесса политического там убежища, проверяется ли каким-то образом криминальное прошлое этих людей? Опять же, вообще никакого собеседования не проводится, нету так называемых background checks, то есть нет проверок на границе, а власти города Нью-Йорка не могут заменить иммиграционные службы. Опять же, я про свой пример говорю, я подавал заявление на убежище, поэтому мне знакомо вопросы, знакомое собеседование, ничего этого не проводится на границе, и когда президентом был Дональд Трамп в этот период, все эти собеседования проводились в Мексике, я все время говорю, почему не инвестировать деньги в консульские службы в Мексике, в укрепление границ, в иммиграционные суды, чтобы быстрее рассматривались, не годами, а быстрее рассматривались, и в другие необходимые службы, которые бы проверяли, выясняли, спрашивали, и все остальное до того, как человек пересек эту границу. Но ничего этого не происходит, и уже теперь все проверяется в Америке, если вообще кем бы то ни было проверяется. Еще один фактор, я хочу, чтобы вы знали, все соискатели на убежище, если они не получили убежище, если их заявление отклонено, или в процессе, пока они прибыли в Америку, они не имеют права на работу. Это приводит к тому, что есть только три способа заработать деньги. Первое, ждать подачи от государства, в данном случае от налогоплательщиков. Второе, грабить где-то, ну а как еще, или там продавать наркотики. И третье, что часто уже сейчас происходит, собирать какие-то бутылки сдавать, какие-то другие варианты зарабатывать на жизнь. Так как разрешения на работу нету, при этом все это длится очень и очень долго, появляется огромная армия людей, которым не разрешают работать, и которые находятся в так называемом подвешенном состоянии, и чьи заявления, даже если это легитимные заявления, рассматриваются годами. Вот такая категория будет только увеличиваться население в городе Нью-Йорке. Это абсолютно ненормальная ситуация. Ари, в заключении один лишь вопрос. Я так понимаю, что большинство, конечно, все-таки мигрантов приезжают на автобусах из Техаса. Вот здесь власти могут как-то поставить преграду этому, или как-то запретить этим автобусам ехать? Вот на этом уровне можно как-то остановить? Я уже сказал, что любые попытки, что бы то ни было, остановить, изменить, кроме того безумия, в котором мы оказались, наталкиваются на жесточайшее сопротивление так называемых адвокейтс, то есть сторонников вот этого беспредела. И любые попытки, что бы то ни было, изменить, призывают постоянно разные политики, и политики республиканцы, и консервативные демократы, ряд политиков, призывают эти автобусы разворачивать, не впускать в Нью-Йорк, ну тогда куда? И опять все время идет, говорят, ведь Нью-Йорк город иммигрантов, какие вы жестокие, сами вы приехали, а других не хотите впускать, надо всех впускать, никаких вопросов не задавать, и все. И при этом работать не дают, и ничего не проверяют иммигранты. В общем, ситуация патова, я обвиняю в первую очередь, конечно же, президента США Джозефа Байдена, ну а есть и существующие некоторые законы города Нью-Йорка. Ари, спасибо большое вам за то, что нашли время. Присоединиться к нашей программе сегодня. Это был депутат Горсовета по 47-му избирательному округу Нью-Йорка. Ари Каган, мы обсуждали иммиграционную ситуацию в городе. Спасибо огромное. В следующем часе увидимся с вами в вечерних новостях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова